Показательная встреча. Дональд Трамп и вице-президент США в день встречи с российским министром иностранных дел Лавровым приняли в Белом доме и главу украинского МИДа Павла Климкина. Что известно об этих переговорах? Все подробности узнаем от Дмитрия Анопченко. В Белом доме попрощались с Сергеем Лавровым, кортеж покинул здание, пресса разъехалась и уже без излишней помпы в рабочем режиме два первых политика Америки. Майк Пенс и Дональд Трамп приняли украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Информацию об этой встрече не разглашали до последнего, ее не было. В рабочем графике президента и вице-президента в доступном прессе. Более того, Белый дом сам попросил, не нужно никакой шумихи. Разговор рабочий и значит не нужно прессы, только пусть присутствует личный фотограф. По информации Белого дома на встрече с Майком Пенсом речь шла о ситуации на Донбассе. Вице-президент говорил о необходимости выполнить Минские соглашения, которые он считает наиболее реальным способом продвижения к миру. От Пенса прозвучали слова и о полной поддержке штатами территориальной целостности Украины, что по сути означает, оккупация Крыма не будет признана и связанные с ней санкции останутся в силе. Далее вместе с вице-президентом украинский министр встречается и с Дональдом Трампом. Дуже важно, что мы услышали три главных меседжа. Первый от президента Трампа, что Соединенные Штаты поддерживают Украину. В частности, будут, я так понимаю, больше активно пытаться регулировать ситуацию вместе с нами по Донбассу, установленному миру в Украине. А перед тем прозвучал чуткий абсолютно меседж по результату встречи с россиянами, что ответственность России есть, и нужно это признать, и нужно работать над тем, чтобы решить вопросы установления мира и с боку России. Ну и понятно, что помимо этого в той или иной формулировке на обеих встречах обсуждался еще один. Самый главный вопрос. А как Вашингтон может помочь Украине в условиях, когда, как сам Трамп сказал в ходе встречи с Лавровым, он намерен улучшить отношения с Россией. И чтобы понять это, достаточно прислушаться к тем месседжам, которые звучат сегодня в высоких вашингтонских кабинетах, где комментируют минувшую встречу Тилерсона и Трампа с российским министром иностранных дел. В Госдепе сообщили, что на встрече с Лавровым госсекретарь Тилерсон предупредил Россию. Санкции будут сохранены. Дескать, необходим прогресс в выполнении минских соглашений, и их не отменят, пока Москва не изменит свои действия. Четкий месседж был и от Дональда Трампа. В комментарии Белого дома по итогам его разговора с Лавровым говорится, что именно президент поднял украинский вопрос и выразил готовность его администрации участвовать в разрешении конфликта. А еще подчеркнул, Россия несет ответственность за полное выполнение минских договоренностей. И похоже, что таким образом, организовав две встречи в один день, администрация Трампа продемонстрировала и миру, и критикам внутри страны готовность держать баланс. Дескать, отношения с Россией будут улучшать. Трамп открыто об этом говорит. Ему нужна поддержка и в сирийском вопросе, и в северокорейском. Но и обещания помощи, которые давали странам-партнерам, остаются в силе. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.